Ульяновск имеет возможность пополнить список фестивальных точек страны. Баржа Лайф, пожалуй, станет главным развлекательным событием региона в этом году. Организаторы мероприятия представят жителям и гостям области музыкальный фестиваль на берегу Волги, аналогов которого в городе еще не было. 30 точек с маркетами и едой и 20 зон активности на любой вкус, среди которых арт-пространство и танцевальная и музыкальная площадки с мастер-классами, а также яхтинг и прогулки на теплоходах. Хотелось бы верить, что мы стартанем в этом году и каким-то образом попытаемся вписать нас в календарь всероссийских мероприятий, фестивалей. Большое внимание уделили и экоблоку. Это касается как еды, так и мастер-классов. Молодежный экосовет расскажет гостям о том, как правильно утилизировать мусор. А представители бренда уличной одежды «Переулок» покажут, как из тканевых отходов можно сделать стильную одежду. Мне кажется, на этом фестивале любой и гурман, и обычный панк или рокер сможет найти пищу для утоления своего духовного и физического голода. Ну а сердце фестиваля, безусловно, его музыка, а именно рок. Хедлайнеры мероприятия, финалист шоу «Песни на ТНТ» Максим Свобода и представитель старого альтернативного рока группа «Стигмата» примет участие в музыкальной части фестиваля и сам его автор. Группа 901-й представит свои лучшие композиции. Было бы глупо делать фестиваль и не выступать на нем. Хотя мы уже пару лет, как пока у нас творческая пауза, но собрались ради фестиваля. Посмотрим, тряхнем стариной. Порадовать ульяновцев приедут также 15 музыкальных команд из разных уголков страны, в числе которых и гости из столицы. Очень бы хотелось, естественно, познакомиться со всеми музыкантами, которые будут играть, кто с разных городов приедет. Для нас, для музыкантов, это возможность обмениваться и опытом, и познакомиться, пообщаться, обменяться контактами, чтобы в дальнейшем, может быть, где-то еще так же выступать. И, естественно, это прирост целевой аудитории. Фестиваль «Баржа Лайв» проводится на средства федерального гранта при поддержке президентского фонда культурных инициатив.